Вот многие говорят, блогеры, ютуберы, бездельники, ничем не занимаются, только деньги и рубят. Но ютуберы рискуют каждый день. Одно неверное слово, шутка, невпопад и всё. Человеку грозит тюрьма. На пять шуток ютуберов, которые закончились плохо, мы сегодня и посмотрим. За полгода у Пьюдипая, самого популярного видеоблогера на ютубе, вышли 9 видео с шутками о нацизме. В них фигурировали свастик и нацистские приветствия. Однажды он даже заказал на сайте для фрилансеров, чтобы два индуса, смеясь и дурачись, разворачивали баннер с надписью «Смерть евреям». На все эти неполиткорректные шутки обратил внимание в The Wall Street Journal. После чего на блогера посыпались санкции. Ютуб отменил второй сезон его сериала. Гугл больше не будет продавать ему рекламу. Дисней разорвал контракт. Это снизит доход блогера, который в прошлом году получил 15 миллионов долларов и лишит доступа к рекламным бюджетам. На все это пьют сказал, и я пытался показать, насколько современный мир сумасшедший. Все началось с того, что видеоблогер Соколовский возмутился сюжетом Россия 24 о том, что за ловью покемонов в храме могут посадить на 3 года. Решив доказать Девну, что ничего за это не будет, он пошел ловить покемонов в Екатеринбургском храме. В видео Соколовский молча кидает покеболы в своего покемона, а потом говорит, что ему никто не мешал. Сюжеты об этом вышли на Россия 24 и РЕН-ТВ, оба канала критиковали его поступок. А уже через неделю местная МВД начала проверку блогера, еще через 2 недели в квартиру Соколовского пришли полицейские и арестовали его. Заведенные 3 уголовных дела за оскорбление чувств верующих, за возбуждение ненависти, а позже за оборот записывающих устройств. В квартире Соколовского нашли ручку с камерой. Да, я знаю, вы многие уже забыли про Руслана и не следите за его судьбой. Я скажу, сейчас он под домашним арестом. Всяко лучше, чем в тюрьме, но пробыть ему так придется как минимум еще полгода. В январе мусульманский паблик обратил внимание на стендап 2012 года, в котором популярный стример и видеоблогер Илья Мэдисон шутил над Кораном. После этого в мусульманских сообществах появились призывы найти и наказать Мэдисона за оскорбление религии. А в соцсети на Мэда посыпались многочисленные угрозы. Илья угрожал расправой даже глава Дагестанского района. В тот же день Мэдисон удалил почти все страницы в социальных сетях, и как ходят слухи, уехал из России. Куда именно, неизвестно. Больше новостей о его судьбе пока нет. Все знают жанр пранков, их дикое множество, но один вошел в историю. В ролике молодой человек подходит к девушке в мешковатом худи и спрашивает, как найти Apple Store. Обе его руки как будто убраны в карманы, но на самом деле нет. Когда девушка отвлекается, он высовывает руку из худи и хватает ее за зад. Негодование, с которым столкнулся блогер, было сильнее, чем в случае с Пьюдипаем. Его поведение осудили блогера, YouTube лишил партнерской программы. От него отвернулись друзья, студия, на которую он работал, разорвала контракт. На этом проблемы не закончились. Несколько девушек, включая блогера Дорти Мартин, рассказали, что Пеппер приставал к ним из силы и принуждал заниматься сексом. Парень позже извинился перед всеми и пообещал больше никогда не снимать пранков. Теперь он снимает челленджи. Ли Куан Ю, первый премьер-министр Сингапура. Человек правил государством 45 лет. Он считается автором экономического чуда страны. В Сингапуре его фигура остается культовой. Но только не для 16-летнего блогера. Когда Ли Куан умер, блогер Амос раскритиковал политика в 9-минутном видео. Назвал диктатором ужасным и жадным до власти человеком. Амоса арестовали, обвинили по двум статьям за оскорбление религиозных чувств и за публикацию непристойностей. Блогера признали виновным, но отпустили из зала суда, поскольку он уже несколько месяцев отсидел в тюрьме. Вот вам и цензура на ютубе. А кто, как вы думаете, следующим из российских блогеров получит за свои слова? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!